Угрозы на допросе, запугивание, шантаж и обман, и даже избиение. И все это ради того, чтобы получить нужные следователю показания. Если это ваша ситуация или ситуация, которая была у ваших близких, знакомых или друзей, и вы хотите знать, что же делать, оставайтесь на моем канале и досмотрите видео до конца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я адвокат Александр Тугалуков, и вы смотрите мою видеоконсультацию. Для тех, кто не досмотрит это видео до конца, отвечу сразу на главный вопрос темы этого ролика. Что же делать, если на вас давят во время допроса? Мой ответ такой. Дать показания, которые из вас пытаются выбить, но потом отказывайтесь от своих слов и заявляйте о том, что все подписанные документы не имеют юридической силы, поскольку были подписаны вами в вынужденной ситуации под давлением. Как это сделать? Смотрите видео до конца. Зачем следователю допрос? Почему он так важен для него? Задача каждого следователя – как можно быстрее расследовать дело, собрав доказательную базу и передать его в суд. Поэтому допрос – это способ получения доказательства, доказательства вины. И никогда следователь не будет вызывать кого-либо и допрашивать для того, чтобы получить доказательства невиновности. Так устроена система и так работают все правоохранительные органы. Их задача – доказать вину и осудить. Если вдруг на допросе у следователя не получается получить те показания, которые станут доказательством, на вас могут оказывать давление. Прессинг на допросе. Я не люблю жаргонные слова, но это понятие лучше всего раскрывает свою суть. И сразу понятно, о чем идет речь. Поэтому буду использовать именно его. Это когда во время допроса вас обманывают, вас шантажируют, вам угрожают. И даже физически воздействуют. Бьют, издеваются, унижают. И все это ради того, чтобы вы дали нужные следователю показания, которые он оформит в виде протокола допроса и в дальнейшем будет использовать как доказательство виновности. Чаще всего шантаж и насилие позволяют себе оперативные сотрудники, так называемые опера. И редко, когда следователь позволяет себе такое. Но следователи, в свою очередь, часто используют обман и угрозы. К примеру, следователь может сказать, что на вас уже дали показания, и ему все известно. И теперь ваша судьба в ваших руках. И все зависит от того, что вы скажете. Не верьте этому. Даже если у следователя и есть показания против вас, то противоречивые показания друг на друга однозначно вам не помогают. Это на руку только следователю. Он будет избирательно подходить к выбору тех или иных показаний для того, чтобы использовать в своих целях для доказательства вины. Поэтому не верьте этому. Или угроза следователя сделать вас подозреваемым. Не верьте этому. Если бы мог, уже бы сделал. Или же наоборот. Он уже сделал. Уже есть готовое подозрение, но он не вручает его вам для того, чтобы получить нужные ему показания. Поэтому не верьте следователю. Не поддавайтесь на его уговоры и угрозы. Итак, три правила поведения на допросе с пристрастием. Правило номер один. Не бояться. У вас будет достаточно времени для того, чтобы понять, что вам реально угрожают и могут применить физическую силу. Второе правило. Это не допустить насилия над собой. Если вас начали запугивать и вам реально угрожает опасность, я не советую быть героем. Я советую как можно быстрее закончить это следственное действие, подписав протокол допроса. Третье правило. Вам нужно запомнить и по возможности зафиксировать как можно больше подробностей, происходящего на допросе. Кто угрожал? Как и где это было? При каких обстоятельствах? Сколько времени примерно было? Все очень просто. Ну что же дальше, спросите вы? А дальше вы пишете заявление своему следователю, в котором сообщаете об отказе от всех своих показаний, которые были получены в результате давления. Также и отказываетесь от всех своих подписей под документами по той же причине. Для большей убедительности я рекомендую заверить это заявление у нотариуса и подать через канцелярию. Это не даст следователю использовать ваши показания в качестве доказательства, а вам сохранит нервы и здоровье. И напоследок, этот способ отказа от своих показаний можно использовать на любой стадии и любыми участниками уголовного дела, будь то свидетель, подозреваемый, обвиняемый. Вы поняли, да? Что и те, кто вас оговорил, также могут отказаться от своих показаний. Отказ от ранее данных показаний в результате давления это отличный способ развалить любое уголовное дело, которое основывается только лишь на свидетельских показаниях. Используйте наши рекомендации себе во благо. Но мою консультацию вы можете получить, обратившись по этим контактам. Друзья, я не прошу подписываться на канал, это дело каждого, но настоятельно рекомендую иметь телефон адвоката. Записывайте.